МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуску. Беларусь рихтуется отзнашить 75-ти ходе великой перемоги. Як дани на поваге и удячности ветеранам масштабные республиканские акции. Сёння День Друку. Гэта профессийная свята наших коллег, супрацовников редакции и выдавецтвау. Разом на переднем рубяжи вратовальники региона подтрымали медыкау. А зараза б гэта меньшим, больш подробязна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках святкования 75-ти годе перемоги Гомельский Абловыканкам зарабил подарунок областному шпиталю инвалидов Айчинной войны. Сёння Геннадь Соловей передал установе сертификат на легковый автомобиль. Гомельский шпиталь инвалидов войны установа шмат функциональная. Всеродная керунка у работы – медицинская реабилитация пациентов с неврологичной, онкологичной и сердечной патологиями. А так само после операции на порно-рухальном аппарате. Только за минулый год тут пройшли лечения коля 13 тысяч человек. У центра постоянной уваги медиков застаются ветераны Великой Айчинной войны. Новый автомобиль будет выкористовываться для наведывания их по месту жихарства. Сгодно с опошними дадинами сегодня в области проживают коля 700 ветеранов войны, у темлику – 321, непосредственно у Гомели. Автомобили у нас есть, есть тоже хорошие автомобили с подъемниками, но они имеют срок износа и потихоньку выходят из строя. И новый автомобиль, конечно, он нам поможет. Поможет, он более оперативно будет решать вопросы. Мы будем больше ветеранов сможем на дому обслужить, оказать даже медицинскую помощь. Поэтому мы очень благодарны областполкому за то, что они обращают на это внимание. После уручения сертификата на автомобиль старшиня Абл-Выконка Магина Целовей принял удел у открытий на территории шпиталю аллеи Перамоги. В среде ее экспонатов военная техника разных часов, боевые машины и гарматы. У Беларуси, до речи, это одна подобная аллея, размещенная на плясоуце медицинской установы. Беларусь памятая, памятаем кожного. Головный мотив мероприемства, которое проходит на перед дни Дня Великой Перамоги. Сегодня до мемориала операции «Багратион» в Светлогорском районе усклали к ветке керавництва «Червоного крыжа» и волонтеры этой организации. Наша здымочная группа долучилась до журботного ритуала. До начала мероприемства как раз стих дождь. И над мемориалом операции «Багратион» выглянуло солнце. Теплое солнце на мирном небе. В минулые годы, подчас переможных, знаковых для Беларуси дат, тут зауседы было шматлюдно. Уселетние планы, свои жорсткие коррективы унесла пандемия. Тому помешу дельниками сёння дистанция, а леусерцах мы все разом. У меня был дедушка танкистом. Он по сей день жив. У него есть несколько наград. И мне очень приятно, что к нему приходят такие же ребята, такие же волонтеры, как и я. Я испытываю искреннюю гордость за нашу организацию. Мы все благодарим всех, кто воевал, наших дедов, прадедов, за то, что мы сейчас в данное время можем жить под мирным небом благодаря им. Первая декада мая важный для Беларусского товариства «Червоного крыжа» период. В этот час организация отзначает шмат знаковых для себе дат. А ле бадай головная, у сёжта Китая, без якой немогчимыми, были бы все остальные. День перемоги. Тому слово, подяки тем, кто воевал, загинул, самое малое, что можем зарабить мы с вами. Памятать – значит жить далей. Пусть сегодня не совсем простое время, когда мы дистанцируемся с соблюдением предосторожности, но мы не смогли сегодня не приехать и не отдать память тем, кто действительно дал нам путевку в эту сегодняшнюю жизнь. По словах Вольги Мычко, Гомельская областная организация «Червоного крыжа» – одна из лепших региональных Украине. Об этом свечит не только великая колька с доброчинных справ, якея ладить организация у разных кутках в області. То, что делают волонтеры зараз подчас пандемии, самый главный покажек доброзычливости, ширости и добрыни. Это клопот об тих, для кого рука до помощи – жить сегодня необходимая. Марина Джалая, Миколай Скинтиян, преподаватель Агентства теленавинов, Светлогорский район. С уликами эпидемиологической ситуации, урочистости до Дня перемоги все лета не носит такий массовый характер, как это было что год, но от этого наша подяка за перемогу не станет меньше. Наделить увагой ветеранам, выказать самые ширые слова – мета-акции «Солдаты перемоги». И она отбудется во усіх районах в області. Дни и ночи, битву трудную вели, этот день мы привлежали, как могли, этот день победы. Сегодня супрацонники Центра культуры Хомельского района зрабили музычный подарунок Александру Подлипскому. Усюня обходную аппаратуру уладковали каля дома ветерана. Александр Трофимович был партизаном, затем змагался у родах Червоной армии. Удельничав у операции «Багратсион», вызваляв нашу Беларусь от немецко-фашистских захопников, мая множество знагород за отважную службу родиме. Песни у виконания артистов расчулили ветерана и выкликали слезы радости за проявленный клопот. «Девчата милые, какие вы хорошие! Пропели песни, напомнили, что такое была война. Я вместе с вами прошел всю дорогу и встретился только сейчас после войны. Спасибо вам, что вы такие». «Это вам спасибо за мирное небо». Узгадывали об подвигу удельников Великой Айчинной войны сегодня и у Гомели. Причем тут не только ушановывали ветеранов, але и проводили патриотичные акции для школьников. Наши корреспонденты наведали некальки адресов. Удельники Великой Айчинной Василь Пабаруев и Миколай Дубков живут у соседних дворах и добро ведают один-однаго. Сегодня и они знов собрались разом, как принять удел у республиканской акции «Солдаты-Перамоги». Программа, хоть и не вельми протяглая по часу, но насыщенная. У гостя до ветеранов пришли представники Новобелецкой администрации, районного совета ветеранов Белой Руси и городского военкомата. У его представника особливая гоноровая миссия – уручить былым солдатам юбилейные медали 75 годов «Перамоги» в Великой Айчинной войне. Для их же музыкальный подарунок – попуры на военную тему в выполнении коллектива «Гомельские городские оркестры» и проход войскового подразделения. После завершения мероприемства ветераны признаются. В этот час узгадывали войну. И той самый перший бой, коли не верилася, что отримается выжить. Кругом стреляют тяжелые орудия и на тебе тоже относятся. Тяжелые положения. А потом все привык и все нормально. Еще одна акция, якая проходит одночасово с солдатами «Перамоги» – «Беларусь памятая». У ее рамках каждый беларус может отдать данину поваги героям войны. Старшиня правления громадского объединения «Совет батьков города Гомеля» Сергей Бычков приходит на новобелецкие могилки разом с сынами – 14-годовым Захаром и 6-годовым Мироном. Мыта наведывания – памятный знак «Побег з ада». Прысвечены подвигу группы Михаила Дзевятаева. 8 лютого 1945 года 10 военнополонных захопили немецкий самолет и здействовали побег за сокрышеного острова Узедом, где проходила выпробование с высшесокрытная сброя ФАУ-2. Сяруд героев и уродженец новобелецы – Владимир Немченко. Потом 7 человек с этой группы служили в «Червоной армии». 6 из них загинули. Утымлику и наш земляк. Сергей Бычков рассказывает об этом своим сынам. Каже, что, когда заниматься патриотичным выхованием Мэтына Кирована, военная тема для молодых будет заставаться интересной. Дети знают, конечно, во-первых, мы стараемся постоянно посещать наш музей военной славы, потому что лучшего места все-таки для истории, где что-то объяснить и рассказать тяжело. Старшие дети, они, естественно, это все знают, а для младшего это вообще суперинтересно сейчас, потому что такой возраст 6 лет, когда вот эта тема войны, тема подвигов – это максимально интересно, на мой взгляд. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Иоанн Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у Беларуси означается «День друку». У Гомельской области своим профессиональным святом его лечат працевники больше, как 80 выданнёв. С работой одного из них ознайомились наши корреспонденты. За 73 годы иснования районная газета «Добружский край» изменяла назву некольки разов. «Ленинский шлях», «Зара коммунизма», «Ленинец». Але головной темой яе публикаций заусюды было «Життё района». Сегодня у редакции працуют 13 человек, 4 из яких непосредственно журналисты. Увуглі знасті творчых супрацовнікаў у районе, нават кальйон знаходяться недалёка ад обласного центра, не просто. А про час дольностяў потрібная шеў схильнасть да карпатлівыя працы, часам помножанная на нервовое напружанне. По велікім рахунку, быць журналистам республіканскага и нават обласного выдання простей. Прадпраемстваў і людзі, об яких можна написаць нешта цікавая, значна больш. Больше махшымасті працягнуць рекламодавцав, ад яких ў значны ступені залежыць фінансавы стан выдання. Правда, што тычыцца Добружскага краю, то тут ўжо амаль шэсть гадоў працуюць без бюджетных датаций. Запатрабаваныя учытаў шоў актуальныя темы так сама знаходяць. Заплановали і паспяхово реалізовувам такі праекты, кардасловныя пабеды. На сторонках газеты ўжо вышло парадку 30 матеріалов об удзельніках вайны, об падеях, гисторичных падеях вызволення нашого района, нашай республіки, ад немецко-фавшыцких захопників, ад их патриотичных акціях, наприклад, з перэдачай зямлі з мест захавання, і інших, ну, я думаю, што чыточамі это ўспрымаецца, і вот літеральна сёння адзін чыточоў потіснуў руку мне, головному редактору, і сказав дякуй вялікі за газету. Это значыў, што районка будзе жыць. Напереды дні дня друку супрацовнікі Добружскага краю наведали мясцовую жыхарку Раису Саранчук, над якой редакція трымае шефства. По-перше, якаб пастаянна падтрымліваць, ў тым ліку маральна. Сын жанчыны Александр загінуў на афганскай вайне, боля б їм не пакідая і сёння. А прачатаго на гэты раз ёсць подстава павіншаваць яец профісійным святам. А маль 20 гадоў Раиса Саранчук працывала друкаром і наборщакам ў Добружской районной друкарні. У якості подарунку падпіска на газету, якую жанчына чытая ўже некалькі десяти годзеў. Я пастаянна чытаю, пастаянна выписываю. С самого дня, када я стала работаць, я с гэтай газетой не расстаюся. Районная газета для падпісчыкаў дарагімі пакошці не былі ніколі. Прэчым зараз апрачат рукава на гавыдаўне можна заключыць догавор на отреманне електронной версіі. На незапотрабуваўнаць тут, звычайно, не скарзецца. У рэшці районная газета – махчымаць доведацца абусім, што адбываецца на малой радзіме. Газета не должна быть однообразна. У нашей газете можна увидеть, как и критику с некоторых сторон, с некоторых позиций. У нашей газете можна увидеть также какие-то положительные моменты. Газета сама по себе – это районная газета, это душа района, это лицо района, это жизнь района. Поэтому она и показывает на самом деле, чем живет наш район. Олег Сюнцюроў, Сергей Нигаревич, Євген Макеенко, телерадиокампания «Гомель» с Добруша. На першем рубяжи гомельскі вратавальнікі патрымали медыкаў, які займаўцца лячэнням хворых на коронавірус. Супрацовнікі МНС, як ніхто іншы, ведаюць, што значыць быць на першым краю боротьбы со стыхіей і іншыми надзвычайными ситуаціями. Праца не покладаючы руки, великое физичное і нервовое напруження. Яны добро разумеюць, што зараз перажываюць медыцинскі работнікі. Гомельске обласне управління МЩС, совмесно со всіми подразделениями нашей области, буквально каждым районным отделам по чрезвычайным ситуациям, були собраны средства для того, чтобы оказать помощь в это нелёгкое время нашим медикам. В каждом регионе области финансові средства були переданы непосредственно в районной больниці, а Гомельске обласне управління направило средства в центральнюю городскую поликлинику. У обласной инфекційной больниці штат більше як 320 чоловік. Сотня з їх зараз назміння. Для їх на пляцці Ля Будынка супрацовники МНС выклали пожарными рукавами слово «дякуй». Для дятей, які зараз не вельми, часто бачать своих батьков-медыков передали подарунки. Сотрудники работають сейчас в режиме достаточно серьёзном и напряжённом. И то, что позволяет нам отвлечься от этой ситуации, понять, что наш труд ценен и важен для всех. И вот такие даже небольшие знаки внимания, а тем более такие большие, приятные и масштабные, они всегда ценятся сотрудниками. И вы видите по радостным лицам наших сотрудников, которые всё это наблюдали, как это приятно. Так само «падякуй» подарунки от вратавальника отримали и работники Гомельского обласного клиничного онкологичного диспансера. Забарона на наведывание лесу дейничает у 13 районах Гомельской области. Такая информация размещана на сайте Министерства лесной господарки. Ранее обмежевание дейничали на всей территории региона. После выпадения опадков ситуация с лесными пожарами начала стабилизоваться, и регионы будут поступово сдымать забарону. Зараз наведывание лесу дозволено у 8 районах – Октябрьским, Лоевским, Петриковским, Жлобинским, Будакашалевским, Речицким, Гомельским и Добружским. До 75-ти годзе Великой Перамоги Гомельский Аблдрам-театр рыхтует премьеру. Не глядячи на складанную эпидемиологичную обстановку и часовое припынение показу спектакляв, труппа протягивает активную работу. Зараз актеры в репетиционном процессе, выником которого должна стать премьера спектакля «Небесный тихоход». По кольке показ для глядачу откладывается до закончения пандемии COVID-19, онлайн-версия будет представлена в святочные дни на официальном YouTube-канале Гомельского драм-театра. Это и так само и другие новины, информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Перевозили телят в салоне легковушки. Инспекторы Гайни на шутку удивились, когда увидели, кого поместили в автомобиль «Жигули» бесправница и два ее приятеля. Инспекторы остановили машину для проверки документов на улице Лазурной областного центра. Из салона авто вышли три человека – женщина-водитель и пассажиры, двое мужчин. Как оказалось, это были не все участники заезда. На месте заднего сидения под покрывалом были спрятаны двое телят. Животные были похищены с одного из предприятий Добружского района. Возбуждено уголовное дело. На пожаре в Брагинском районе спасен 33-летний мужчина. Его обнаружили работники МЧС, которые стали обследовать задымленную комнату горящей квартиры. Пожар произошел в пятиэтажке городского поселка Комари на улице Гречушкина. Из огня спасатели вынесли сына хозяина квартиры, который проживал там вместе с женой и тремя детьми. Но на момент возгорания семья находилась у родителей супруги в Брагинском районе. Пострадавший госпитализирован с диагнозом отравления продуктами горения. Причина пожара, как это часто бывает, кроется в неосторожности при курении. Милиция задержала мужчину, который в жидковичах поджег венки у памятника воинам-интернационалистам на улице Карла Маркса. Подозреваемым оказался житель Минска, который, к слову, так и не смог до сих пор объяснить мотивы своего хулиганского поступка. Сам инцидент произошел еще 27 апреля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали это событие. Далее задержание подозреваемого оказалось уже делом техники. Его узнали на вокзале в Лунинце, там проверили документы, а потом задержали в Осиповичах. Зачем он поджег ритуальные венки, выяснить так и не удалось. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Гомельским следователям стало известно о крупном факте мошенничества жителя областного центра, который уже отбывает наказание в местах лишения свободы. Как рассказали в Следственном комитете, согласно новым фактам, мужчина занял 25 тысяч долларов у россиянина, чтобы получить прибыль и разделить ее после торговли криптовалютой, которую и планировалось приобрести на эти заемные средства. Но план не сработал. Должник перестал выходить на связь, и россиянин обратился в следственные органы Беларуси. В отношении осужденного начат новый уголовный процесс. И напоследок информация от гомельской пограничной группы. В Речевском районе на полигоне Борщевка начались тренировочные стрельбы. Первый их этап закончится 8 мая. Следующие пройдут с 11 по 15 мая, с 18 по 22 и с 25 по 29 мая. Время тренировок военнослужащих с 10 до 18.00. Пограничники просят местных жителей не приближаться к стрельбищу на время учений. У меня вся информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Постсезону в чемпионате Беларуси по мини-футболу быть. Старт нокаут-раунда назначен на 14 мая. В преддверии этой даты будет сыгран перенесенный матч 22-го тура регулярки. 9 мая в Светлогорске ЦКК примет столичный дорожник. На стадии 1-8 финала сыграют команды, расположившиеся ниже 4-го места по итогам первого этапа чемпионата. ЦКК в двухматчевом противостоянии сыграет против Минска. Первые поединки пройдут 14 мая, ответные – 17-го. Четвертьфинальные серии также будут состоять из двух поединков – дома и на выезде. На этой стадии в борьбу вступят гомельские БЧ и ВРЗ, а также аршанские Виттен и столица. Матчи пройдут 21-го и 24-го мая. Полуфиналы стартуют 28-го мая. Борьба будет продолжаться до двух побед одного из коллективов. Золото финалисты начнут оспаривать 7-го июня. Эта серия будет длиться до трех побед. Бронзовые награды разыграют в двухматчевом противостоянии 8-го и 12-го июня. В решении Белорусской ассоциации мини-футбола все матчи плей-офф пройдут без зрителей. Чемпионат Беларуси по гонболу среди мужских команд был, как известно, досрочно завершен 26 апреля. Тем не менее, Гомель тренировочный процесс не приостанавливает. Команда отправится в отпуск только в конце мая. Подопечные Сергея Цыганкова в 27 проведенных поединках одержали всего пять побед и финишировали на последнем шестом месте в сильнейшем дивизионе. Непривычное для многократного бронзового призера национального чемпионата последних лет турнирное положение связано с глобальной перестройкой команды, которая началась еще в минувшем сезоне. Ставка сделана на молодежь, в том числе и доморощенную. Молодая поросль уверенно крепнет, а статистика, по мнению главкома Сергея Цыганкова, не всегда отражает реальное положение вещей. Я не считаю, что мы уступали, как в прошлом году, командам. У нас пять игр было, где мы проиграли по мячу, к сожалению. Были как объективные, так и субъективные причины этих поражений. Поэтому я не могу отнести этот сезон в пассив всей команде. Да, результат неудовлетворительный, это не то место, на которое мы рассчитывали. Но я говорил уже в прошлом году, что строится совершенно новая команда, которая через 2-3 года будет боеспособна уже бороться за призовые места. Потому что в этом году был шанс, но если бы не какие-то, если бы. Меня, как с точки зрения тренера, порадовали в первую очередь молодые ребята, которые сделали большой шаг вперед. По словам Сергея Цыганкова, именно вокруг молодежи и будет в будущем строиться команда. О трансферных планах пока говорить еще рано, однако революционных изменений в составе не обещают. Целью будет точечное усиление за счет опытных игроков. Главное, что есть уже сейчас, это желание вернуть Гомелю былые позиции в мужском белорусском гандболе. Считаю, что коллектив у нас хороший, сплоченный. И будем двигаться только вперед. Считаю, что для нас это не то, что мы и ожидали, скажем так, шестое место. Мы двигались, считаю, по хорошему направлению, хорошо тренировались, работали здорово. И ребята все молодцы, которые играли в этом сезоне. И мы будем двигаться только вперед. Тренировочный процесс, как было уже сказано выше, продолжится до конца мая. По сути, подготовка к следующему сезону идет уже сейчас. Эдуард Валиулин покидает пост главкома Жлобинского «Металлурга». Решение не продлевать соглашение со специалистом приняло руководство хоккейного клуба. На протяжении пяти сезонов Эдуард Валиулин работал в «Металлурге». Тренировал команду в спортшколе, возглавлял фармклуб и основу. Продолжит карьеру тренер в другом белорусском клубе. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.